Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшняя суббота в богослужебном уставе и календаре церковном называется «Суббота перед Богоявлением». На грядущей седмице мы с вами во вторник празднуем Крещение Господне или Богоявление. Когда-то в древности, в первые века христианства и праздник Рождества Христова и Крещения Господне праздновался в один день. И этот день назывался одним словом «Богоявление», потому что суть этих празднуемых событий из жизни нашего Господа, изложенных в Евангелии, одна и та же явление Бога во плоти. Через Иисуса Христа нам явился Бог. Мы увидели, каков Бог, видя, слыша, зная о Иисусе Христе. Хотя между этими событиями, между Рождеством и Крещением, практически тридцать лет. Первый раз, когда Господь родился в Вифлееме, Он открылся только немногим, кто видел, кто поклонился Ему родившемуся. А когда спустя тридцать лет Он вышел на берег Иордана, где Иоанн Креститель проповедовал покаяние и погружал людей в Иорданские воды, где они каялись и смывали свои грехи, тогда Он явился уже Израилю, народу своему, явился уже не просто как юноша, живущий в Назарете, а как уже взрослый муж, вступивший на тот путь, который Ему предначертал Отец, пославший Его в этот мир. И с этого момента начинается его совсем небольшое по времени, около трех лет, два с половиной, около трех лет Его служения, которое так велико, что апостол Иоанн Богослов говорит, «И всему миру не вместить бы написанных книг, в которых могло бы быть изложено все, что сделал и сказал Господь наш Иисус Христос». И вот Церковь Православная наша заранее и после каждого из этих праздников специально подбирает особые чтения из Нового Завета, которые помогали бы нам вникнуть, лучше понять эти все празднуемые, переживаемые события. Сегодня мы слышали отрывок из первого послания к Тимофею апостола Павла, где он произносит вот эту замечательную фразу «Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти». Ну вот то, о чем мы сказали уже, суть Богоявления через Иисуса Христа, Бог явился к нам. И мы знаем теперь, каков наш Бог. Древние израильтяне знали и боялись Бога, потому что воспринимали его только как грозного строгого судью, законодателя, взыскивающего за их заблуждение. А во Христе Иисусе мы увидели другую сторону, что Бог не только судья и законодатель, но Он и милостивый, сострадательный, любящий Отец, друг наш, брат наш, смиряющийся ради нас, прощающий нас, умирающий за нас на кресте. Вот. И эти откровения должны не оставить человека равнодушным, они должны побудить в нас и ответные шаги, ответное состояние, также способность и желание и уступить, и простить, и смириться. Если надо где-то и потерпеть, пострадать за любимых или за заблуждающихся, ну, чтобы они вразумились бы, исправились, стали лучше. Об этом красноречиво говорил отрывок из Евангелия, где были приведены из Евангелия от Матфея слова Иоанна Крестителя, который еще прежде Господа Иисуса уже начал проповедь народу израильскому и готовить этой проповедью их к пришествию Спасителя. Он говорит, покайтесь, приблизилось Царство Небесное, покайтесь, то есть изменитесь, станьте лучше, станьте другими, станьте такими, как желает Бог, как ждет от нас Бог, принесите плоды достойные покаяния. Не говорите в себе, что мы чадо Авраама, и, мол, все уже за нас сделал, как будто бы Авраам. Это всегда большое искушение, и у нас тоже в нашем народе, в наше время, ссылаться все время на заслуги прошлого, а вот в нашей стране, а вот наш народ, а вот наши святые, а вот кто-то. А мы что делаем? Мы что? Что мы победили? Какое зло, какой грех? Не врага какого-то на коне с копьем, а какие страсти? Лицемерие, пьянство, наркомания, сквернословие, ложь, жестокосердие, равнодушие. Вот эти страшные враги, которые нас окружают, которые гораздо страшнее, чем тех врагов, которых перечисляют какие-то средства массовой информации. Там это тоже люди, добрые или недобрые, но люди заблуждающиеся, а страсти и пороки рядом, они порой в тебе в самом, и вот их победить, да, гораздо страшнее и труднее порой бывает, нежели бесконечно кого-то просто осуждать, какого-то иного врага. Вот Господь пришел в мир, чтобы нас вывести из этого плена вражия, чтобы нас просветить, осветить, и об этом грядущий праздник, его крещение, святое богоявление. Аминь. Аминь.